Сегодня в Рязани задержали одного из продавцов сим-карт. Сотрудники Роскомнадзора и МВД нашли объявление о продаже 26 симок оптом на одном из популярных сайтов объявлений – Авито. Цена – 1000 рублей. Несколько объявлений в разделе нашего города висит и сейчас, причем в некоторых написано «продажа без паспорта». Со слов задержанного, сим-карты у него от поставщика Росмобайл. Это сервис-провайдер, имеющий доверенность уже от сотового оператора. Но почему-то продавец не потребовал паспорта для оформления карт надлежащим образом. Поверить такому, конечно, сложно. Подобная практика существует. Только в этом году при продаже серых сим-карт задержано 6 нарушителей. Как оказалось, услуги нелегальных торговцев пользуются популярностью. Приобрести сим-карту анонимно хотят те, кто не собирается платить за потраченные минуты. Они разговаривают в долг, а потом выбрасывают сим-карту. Некоторые покупают серые симки по незнанию или из экономии времени. Мнения жителей о такой покупке разделяются. Если бы вам предложили сим-карту купить без оформления, без паспорта, вы бы согласились? Нет, конечно. А почему? Это дело серьезное. Нет. А почему? Зачем, если можно пойти купить с паспорта? Ну, спасибо. Ну, вообще-то затрудняюсь ответить. Просто бы купил. Просто так с рук? Просто так с рук, без оформления. Нет. Почему? Не знаю, просто не купила бы. Нет, зачем? У меня есть, мне хватает. Конечно. А почему? Это свобода, выбор. Можно самому покупать сколько хочешь сим-карт без оформления. Мне кажется, это классно. Еще больше в получении номера без предоставления данных о себе заинтересованы мошенники. Спам-рассылки, вымогательство денег обманным путем. Для всех этих махинаций необходим анонимный номер. Тайными абонентами могут стать и те, кто скрывается от правоохранительных органов. В базах данных сотовых операторов информация о клиенте с такой симкой не будет соответствовать действительности. Такие сим-карты могут использовать и в организации террористических мероприятий. Пойманным преступникам при продаже без оформления грозит штраф в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Лицу, который осуществляет данную деятельность, ему физическое лицо грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а на юридическое от 100 до 200 тысяч рублей. Проводится совместное мероприятие с органами полиции, которые направлены на пресечение незаконной реализации сим-карты. В настоящее время уже таких 4 мероприятия проведено. Также с сотрудниками ездим не только в Рязани, а также и по районам. То есть Захаровский район, Рыбновский район, то есть другие районы. Так или иначе, большинство сим-карт, купленные на черном рынке, становятся оружием бандитов. Эксперты считают, что изменить ситуацию поможет только ужесточение наказаний. Причем для покупателей тоже. Чтобы не попасться при покупке сим-карты на удочку мошенников, всегда удостоверяйтесь в заключении договора с компанией, которая имеет доверенность от сотового оператора. Отметим, что сейчас запрещено заключать договоры вне стен стационарных объектов. Так что палаток на улицах теперь тоже стоит остерегаться. Ну а паспортные данные по-прежнему обязательный пункт в регистрации абонента.